Карагандинцы вышли на митинг по убитой за куклы Ани Ткаченко. Карагандинцы вышли на митинг по убитой за куклы Ани Ткаченко. Население целого района ввели в страх 11-летней девочки. Теперь жители ЖБИ боятся выпускать детей на улицу. Возмущенные люди требуют изолировать от общества школьниц подозреваемых убийств, которые, как и прежде, посещают учебные заведения. Давайте учиться с этими убийцами! Изолировать от общества девочек, жестоко убивших Аню Ткаченко, или отправить их в специальный интернат. Такими были требования более 70 участников акции протеста. За сутки митингующие собрали подписи более 800 родителей, поддержавших это предложение. Для девочек-убийц в нашей школе нет места, возмущается народ. У нас уже на стенках на ЖБИ написано «Каролина – звезда». Санаторный дом 3 в подъезде написано было «Каролина – звезда». Может быть, они сами пишут и чувствуют себя звездами. Но только наши дети должны знать, что мы живем в правовом законном государстве. И за любое деяние даже ребенок может получить наказание. Мы должны жить спокойно. И каждый родитель должен знать, что он отвечает за каждый поступок своего ребенка. Аня Ткаченко только в апреле исполнилась 9 лет. Родители погибшей девочки уже и не знают, кому верить. Они просят одного – поместить преступниц в специальный интернат. Родителей лишит родительских прав. Девочек в колонии, есть в колонии. Если бы у какого-нибудь олигарха свыше случилась такая трагедия, и законы, и все нашлось бы. Вот пусть принимают все меры. Труп маленькой Ани нашли в двух метрах от болота. Опознавшая жестоко убитую девочку карагандинка Анастасия Зарбидия уверяет, что преступники издевались над телом погибшей и после того, как девочка перестала дышать. Она лежала, у нее были ножки раздвинуты сильно. Полный живот, я не знаю, чего воды или нет. Она была очень искалеченная, были синяки, были царапины, там ужасно, там вообще, там ужас, там, она такая маленькая, худенькая, там, она так и так была искалеченная, я не знаю. А ноги так были сильно у нее раздвинуты туда, и палки, и что только не напихали. Милане Амандыковой всего девять. Близкая подруга погибшей Ани утверждает, что старшеклассницы и ей угрожали. Милана на переменах даже из класса выходить боится. Я пряталась из нее дома, а у меня собака же, она боится зайти. Она пыталась через забор залезть, дома никого не было. Она не смогла, что я ей сказала, что собаку отпущу. Больше всего родных возмущает, что виновные не будут привлечены к ответственности. Родители девочек, подозреваемых в убийстве, на контакт не идут. Между тем, в качестве морального ущерба они могут заплатить штраф в размере 87 тысяч тенге. Как отмечают протестанты, цена лошади и то вдвое дороже. Правоохранительные органы сказали, что им штраф за убийство, не штраф, а материальный ущерб будет 87 тысяч. Это получается цена жизни ребенка, любого ребенка здесь стоящего 87 тысяч. Давайте мы несовершенным детям дадим пистолеты, отправим убивать, потом заплатим штраф 87 тысяч. Это будет замечательно. И все это будет безнаказуемо. Это что, жизнь человека стоит всего лишь как материальный ущерб 87 тысяч тенге? Даже лошадь дороже стоит, извините. Вот лошадь, корова стоит дороже. Почему так? Приняли участие в акции протеста и представители правоохранительных органов. На вопрос, на какой стадии дела, полицейские ответили просто. Проводится расследование. Я вам говорю, их отправит в специальная школа, получается, в спецшколу отправят на обучение. Потому что я координационные права любого граждан Республики Казахстан я не могу нарушить. Понимаете? Это все в рамках закона. Когда под арестом не должны быть? Под арестом мы тоже не можем держать. Понимаете? Выслушали жалобу народа и сотрудники городского отдела образования. Как отметил главный специалист сектора опеки и попечительства, девочек-преступниц в специнтернат отправят в любом случае. Работает психолог. Но эта семья, вот как бы со слов сказано, что эта семья не относилась к категории неблагополучной. Все было нормально. Всех детей, в том числе и погибшей девочки, конечно. Напомним, скромная и прилежная девочка стала жертвой трех подружек, одна из которых ее сверстница. Остальным по 11 лет. Четыре подруги отправились на пикник, одна из них обратно уже не вернулась. Аню Ткаченко задушили, как рассказали позже, из-за куклы. Однако соседи говорят, подозреваемые несколько лет не давали Ане покоя. И в день убийства заманили второклассницу на пустырь. На сегодняшний день проводится расследование. Необходимые меры будут приняты лишь по завершению экспертизы, рассказывают правоохранительные органы. Мирамгуль Салкимбаева, Жасулана Мандыков, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский. Силициум Казахстан на грани банкротства. Ситуация вокруг уникального карагандинского завода накалена до предела. Согласно искам по суду, имущество предприятия уже описано за долги. Решается вопрос об увольнении трудового коллектива. А это почти 400 человек. По приглашению рабочих на завод прибыл заместитель Акима области Ануар Ахмеджанов. Это не первая встреча заместителя Акима области с представителями трудового коллектива «Силициум Казахстан». Уже года два предприятие лихорадит. А тут еще генерального директора Александра Сутягинского осудили. И тут же банки стали требовать возвращения кредитов. Один из учредителей российской группы компании «Титан» заявила, что генеральный директор не причастен к вменяемому ему преступлению. Но ситуация сложилась так, что завод стал на грани банкротства. Сегодня администрация области решает две основные задачи. Первая – это краткосрочная задача по выплате задолженности перед работой предприятия. Мы знаем, что сегодня уже за три месяца задолженность сложилась. И сейчас, по прошествии июня, уже июнь месяц тоже будет в виде задолженности. И второй вопрос, это более, скажем так, важный, от которого зависела дальнейшая ситуация – это стабилизация и запуск производства. Совсем недавно планировалось создать на базе завода «Силициум Казахстан» кремниевый кластер по производству силумина, столь необходимого в авиастроении, солнечной энергетике, электронной промышленности. Сегодня же нет даже возможности выплатить рабочим задолженность по зарплате. Источники – это со стороны самого предприятия, к сожалению, на сегодняшний день отсутствуют. Был единственный вариант, который он как-то мог этот вопрос разрешить – это реализация тех остатков побочной продукции, микросилики, которые находятся на территории завода. Сегодня называют множество причин критического положения на предприятии. От некачественного менеджмента до попытки рейдерского захвата, так говорят чиновники и представители завода. Главное – не допустить полной остановки производственного цикла, когда на восстановление уйдут незапланированные десятки миллионов кинге. Этот вопрос я по поручению Акима области на личном контроле у Акима находится. Я хочу сказать, что параллельно, даже вот в этот момент, Аким проводит консультации сейчас в центре, то есть выработки шагов. Мы постоянно на телефонном разговоре, и, как я говорил, я сам выезжал в Россию, мы встречались с акционерами предприятия. То есть эта работа идет, но она не работа одного-двух дней, а работа определенного периода времени. Если события будут разворачиваться по сценарию банкротства, руководство области не бросит на произвол судьбы работников предприятия. Согласно закону, в первую очередь будут производиться выплаты долгов по заработной плате. На встречу с рабочими были приглашены руководители социальных служб, которые объяснили, что работа по трудоустройству уже ведется. А пока администрация предприятия может только извиниться перед сотрудниками. Я всегда вам говорил, что бы ни было, какие бы коллизии ни были на заводе, какая ни была бы чехарда с директорами, трудовой коллектив всегда останется. Я в этом был убежден. Вы мне верите, спасибо за это. А сейчас хочу попросить извинения, что так не получилось. Я всегда считал завод флагманом производства, который должен быть, а главное мог стать тем быть, и гордость у Казахстана. Уже на этой неделе будет известна дальнейшая судьба Силициум Казахстана и его работников, ставших заложниками обстоятельств. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Карагандинец жестоко расправился со своей женой и попытался покончить с собой. Трагедия произошла в минувшую пятницу, сообщает пресс-служба областного ДВД. Труп женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в собственной квартире. В ходе расследования было установлено, что в этот день супруги поругались, и молодой человек, схватившись за нож, нанес своей жене несколько ударов. После чего решил покончить жизнь самоубийством. Но сделать ему это не удалось. Срезанной раной шеей мужчину доставили в больницу. По данному факту возбужденного уголовного дела проводится расследование. Подозреваемый лицо на сегодняшний госпитализирован в больницу, где выставлен конвой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Куда уходят деньги? Депутаты вновь вышли в рейд. Посмотреть, как проводят ямочный ремонт дорог в шахтерской столице. Объехав несколько улиц Караганды, народные избранники пришли к выводу, что обустройство проезжей части не везде осуществляется на должном уровне. Вместе с депутатами на осмотр дорог вышли подрядчики, представители технического надзора и наши корреспонденты. Это участок дороги по улице Баженова. Полтора километра проезжей части отремонтировали накануне. Все помнят местные ямы и поперечные трещины. Сегодня здесь лежит ровный асфальт. На ремонтные работы из местного бюджета выделили 6 миллионов тенге. Представители технадзора, коим выступает компания Казмецинжиниринг, ремонтом остались довольны. Оцениваем данный участок. Я, допустим, с моей стороны. Хорошо. А вот депутаты так не считают. Пройдя несколько метров, они обнаружили явное несовершенство проезжей части. На фоне свежеуложенного асфальта кое-где по-прежнему зияют ямы. Мы заслушали рассказывание технадзора о том, что осуществлялся качественный надзор за исполнением работ, ремонта. Но, как мы видим, 25-20% дорожного полотна и надлежащим образом отремонтировано ямочным ремонтом. Оказалось, что ямы в план ремонта не входили. Отдел ЖКХ лотать эти дыры подрядчикам запретил. Все потому, что ямы принадлежат компании Караганды-Су. Раскопки коммунальщиков за счет государства никто устранять не собирается. Караганда-Су нам сказал ЖКХ не делать. Это по вине третьих лиц. Получается, что все от таких ям открещиваются. А от этого общее впечатление от качества ремонта портится. Ямочным ремонтом охватили многострадальную дорогу по улице Дубовская до самого месокомбината. С проблемной ездой по этой трассе были знакомы все карагандинские водители. Последний раз дорогу ремонтировали в 2007 году. Из-за особенностей рельефа, трещины и ухабы здесь появляются прямо на глазах. 17,5 миллионов тенге на ремонт. Еще год передвигаться здесь можно будет без проблем, уверяют специалисты. Здесь подтопление было. Мы не могли найти источник подтопления. Ссылались на Караганды-Су, потом выезжала комиссия. Так мы не определились. Вот постоянно откуда-то вода здесь заходила. Поэтому здесь на следующий год мы будем рассматривать просто включение данной дороги в средний ремонт, заложение полностью, замена, значит, выборка, земляного полотна, отсыпка, путовка и водопропускные трубы. Я думаю, если мы это все проделаем, сделаем такой комплекс работ, дорога будет стоять дальше. Пользуясь случаем, депутаты обратились к местным властям. Народные избранники призывают чиновников обратить внимание на разбитую дорогу по улице Гастелло. Планы по благоустройству этот участок пока не входит. Вот только здесь, говорят депутаты, не то что проехать, даже пройти невозможно. На самом деле мы видим, что тут необходимо ее ремонтировать, капитально ремонтировать. Поэтому мы будем выходить с этим предложением на власти городские. И желательно даже в этом году сделать ямочный ремонт. А если не получится, то заложить деньги и на будущий год сделать капитальный ремонт полной улицы. А это всем знакомая улица Гудермеская. Сюда депутаты приезжали два месяца назад. Тогда чиновники от ЖКХ обещали отремонтировать съезд в 91-й школе. Как говорится, обещанного не один день ждут. Дорогу отремонтировали, а вот до проблемного участка пока не дошли. К концу нынешней недели обещали управиться. По итогам выездной комиссии в рабочем порядке депутатами будет составлен график работы и предписания, которые будут согласованы и рекомендованы в отдел ЖКХ. Напомним, в текущем году на ремонт дорог была выделена рекордная сумма – более 2,5 миллиардов тенге. На сегодняшний день ямочным ремонтом охвачено 57 участков дорог. 16 из 55 улиц средний ремонт уже увидели. Ирина Камышева, Турегин Рашитов, Павел Спиридонов. Первый Карагандинский. В Карагандинском зоопарке умерла бегемотиха. Инцидент случился еще в апреле, однако известно об этом стало лишь накануне. Сотрудники зверинца решили не предавать огласке печальное событие. Спутница бегемота Юджина скончалась 9 апреля. Кайнаркос, так звали самку, умерла внезапно, говорят в зоопарке. Работница, которая убирает за бегемотами, обнаружила, что животное не всплывает. Из бассейна, где она лежала, откачали воду. Самка не подавала признаков жизни. Сотрудники зоопарка вызвали ветеринарных врачей. Экспертиза показала, что самка умерла от сердечной недостаточности. Отчего? Может быть, порок у сердца врожденный. Порок у сердца 247 видов из врожденных. И возжижным путем, и автотранспорт, все это совокупность влияет на сердечную сосуду систему. Значит, этот бегемот, тот самка, по кличке кайнаркос, пала от сердечной недостаточности сердечной сосудой системы. В Караганде на одну детскую площадку стало больше. Подарок народу от Народного банка. В честь 90-летия Народного банка и к 80-летию Караганды во всеобщее пользование горожане получили детскую площадку на бульваре мира. Радость детям, спокойствие родителям. Согласно меморандуму между Карагандинским филиалом Народного банка Казахстана и районом имени Казаиби, в центре города появился игровой центр. Стоимость подарка горожанам – 2,5 миллиона тенге. Это серьезная помощь и в реорганизации программы по модернизации жилого фонда. В принципе, это на сегодняшний день, наверное, самое лучшее. Аналогов нету. Она антивандальная. В принципе, отвечает всем требованиям безопасности. Сертифицирована международной системой ТУФ. Сотрудники банка тоже не остались в стороне от подобной акции. Они вносили денежные средства на монтаж детских аттракционов. Ребятня сразу оценила новую игровую площадку. Появились даже небольшие очереди. Все мероприятия, которые проводятся, это одно из мероприятий. Еще раз хочу повториться, потому что у нас есть ряд договоренностей, ряд мероприятий в течение этого года. Все они посвящены 90-летию банка и 80-летию города Караганды. Родители тоже обжили новый детский центр. Спасибо большое, что открыли для наших детей такую площадку. Я живу через дорогу, нам очень удобно будет ходить. Город готов принимать подарки от всех организаций и предприятий. Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Караганду посетил известный композитор, народный артист СССР Евгений Дога. Шахтерская столица встретила маэстро бурными овациями. Встречу любимца публики с карагандинцами организовали румынский культурный центр Дакия, кинотеатр Сарыжаляу и Ассамблея народов Казахстана Карагандинской области. Композитора горожане знают хорошо. Его музыка звучала в фильмах «Мой ласковый и нежный зверь», «Табор уходит в небо», «Мария Мирабелла», «Анна Павлова» и «Гонки по вертикали». Он написал музыку к песням Эдиты Пьехи, Софии Ротару и Аллы Пугачевой. Карагандун приехал впервые. Здесь его приезда ждали с огромным нетерпением. Я не живу и не работаю, чтобы кого-то удивлять. Я живу своей нормальной жизнью, как живут все абсолютно. Просто у каждого из нас, и у вас в том числе, своя амплитуда, свой диапазон действия. Поэтому мне повезло, что я занимаюсь музыкой. Евгения Дога карагандинцы встретили со всеми полагающими ему почестями. По традиции его одели в шапан, колпак и вручили сувенир в виде национального инструмента – кабыза. О зрителе в свой адрес автор услышал много теплых слов. Самое приятное для композитора было то, что на сцене живой оркестр исполнил его композицию «Мой ласковый и нежный зверь», добавив в нее частичку национального колорита, используя дамбру. Такую предпоедности постановку этого вальса, который исполняется на самом деле на всем шарике нашим земном. Но такой постановки я не видел. Спасибо огромное, потому что на самом деле это произведение искусства. Вы воскресили в новом качестве. К слову, Евгений Дога посетил не только дворец культуры горняков, но и студию первого карагандинского телеканала. Вы знаете, караганда – это люди. И я их вчера просто не только видел, но просто наслаждался их теплотой. И я такого приема не видел никогда. На самом деле я посещаю, я знаю, только где не был. Но вот по красной дорожке один Дога проходит. Потрясающе. О новостях спорта расскажет мой коллега Берик Капаров. Он уже в студии. Берик, здравствуй. Чем запомнилась спортивная караганда? Очередной трансфер шахтера и другие новости через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы. Это Allugal. Трансферное лето отечественного футбола в самом разгаре. Караганидский шахтер арендовал нападающего сборной Армении Геворга Казаряна. 25-летний нападающий, права на которого принадлежат Донецкому Металлургу, подписал контракт с караганинским клубом сроком на 5 месяцев. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1 миллион евро. В Караганде прошел очередной открытый чемпионат по пауэрлифтингу. Организатором соревнований выступила Федерация пауэрлифтинга Караганинской области. Поднимали чужолую штангу вместе с тяжелоатлетами и наши корреспонденты. Сегодня у нас проводится открытый турнир «Грин Пауэр» по жиму лежа и становой тяге. Более 100 чемпионов борются за право обладать кубком. Это уже не первый чемпионат по пауэрлифтингу. С каждым годом они проводятся все чаще, так как людей, занимающиеся поднятием тяжелой штанги, каждый день становится все больше. Возраст в этом виде спорта значения не имеет. Начать заниматься может любой человек. У нас будет разыгрываться абсолютное первенство среди мужчин по жиму лежа и по становой тяге. Соответственно, плюс командные места, общекомандные кубки. Первое, второе и третье место. Все участники соревнований остались довольными своими результатами. У каждого было по 2-3 попытки, так что результат порадовал многих. Чемпионы на своих победах останавливаться не собираются. Их планка более 150 килограмм, а может даже и выше. Ну, на Казахстан планирую выйти на 170 килограмм, а там как получится? Ну, хочу 200. В будущем 200. Спортсмены хватаются за гриф весом минимум 150 килограмм и поднимают тяжелую штангу. Самое главное правило этого соревнования – удержать ее и поставить ее на место. Амина Смакова, Кайрат Рашидов, Евгений Афанасьев. Первый карагандинский. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берег. Наш выпуск подходит к концу. Напоминает телефон новостной службы 1-го карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Спасибо за внимание. Всего доброго. Аман Сау Бонзер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова